Добрый день, с вами Михаил и вы на канале Property Show, где мы обсуждаем жизнь и недвижимость за рубежом. В этом выпуске давайте поговорим о том, выгодно ли сдавать квартиру в Турции в аренду и сколько на этом можно заработать. Когда речь заходит об инвестициях, то сразу в голове мелькает Германия, которая уже который год подряд является безусловным лидером среди стран, куда инвестируют, с целью получать пассивный доход от сдачи своей недвижимости в аренду. Однако, помимо Германии, есть и страны, где можно получать стабильный доход и не давать своей квартире простаивать. Конечно же, надо быть готовым к тому, что в вашей квартире будет кто-то жить, если вы не покупаете недвижимость чисто под сдачу в аренду. Если рассматривать Турцию, то нужно учитывать несколько факторов. Первый – это сезонность спроса. В Турции длинный пляжный сезон, он начинается в апреле-май и заканчивается в октябре-ноябре. Зимой температура примерно плюс 15 градусов. Естественно, что летом и в пляжный сезон спрос большой, зимой же он падает. Однако, перепады спроса компенсируются тем, что в Аланию на зимовку приезжает большое количество наших пенсионеров, которые как раз ищут жилье на несезонный период. Второй фактор – если вы сдаете квартиру, но планируете сами туда приезжать, то нужно будет учитывать высокие сезоны и приезжать до их начала или уже после, чтобы не упустить самые доходные месяцы. На сегодняшний день усредненные показатели годовой доходности от сдачи жилья в аренду в Турции достигают от 5 до 15% годовых в евро. Конкретные цифры зависят от месторасположения туристической недвижимости и ее характеристик и колеблются в пределах 700-3000 евро в месяц за весь объект, независимо от количества жильцов. Если вы покупаете новостройку, то некоторые застройщики предлагают очень привлекательные программы. Допустим, если покупаете квартиру на стадии котлована, то застройщик заключает с вами договор и выплачивает 2 года гарантированного дохода от сдачи в аренду. Ставка обычно в районе 10% годовых. При этом неважно, будет квартира реально сдаваться или нет. Для примера сдачи квартиры в аренду мы взяли квартиру стоимостью 40 000 евро. Один месяц стоит 700 евро, три недели 550 евро, одна неделя 250 евро. То есть чем больше срок аренды, тем выгоднее для арендатора. Агенты всегда проговаривают это арендатором. Соответственно, вам как собственнику также выгоднее, чтобы квартира сдавалась на срок месяц и более. Таким образом, управляющая компания минимизирует риск простоя квартиры. Итак, 6 месяцев сезон, соответственно, 700 евро на 6, 4200 евро за летний период. За зимний период можно получить меньше. Здесь аренда 350 евро в месяц. За 6 месяцев мы получим 2100 евро. В итоге мы получаем 6300 евро, минус налог около 100 евро и айдат 250 евро. В итоге 5950 евро чистый доход в год. 40 000 разделить на эту сумму, окупаемость квартиры 6 лет и 7 месяцев. Отличный результат. Конечно, стоит сразу оговорить, что никто не сможет гарантировать вам, что ваша квартира будет сдана в аренду 365 дней в году и приносить максимальную прибыль. Так как, опять же, есть сезонность. Более того, надо учитывать, в каком она находится комплексе, какая там инфраструктура, как далеко находятся море и продуктовые магазины. Легко ли добираться до центра. Обычно самому разобраться и понять, действительно ли перед вами ликвидный объект, который будет пользоваться спросом в любой сезон, довольно сложно. Именно поэтому, когда мы получаем запросы на недвижимость чисто под инвестиции или с возможностью сдачи в аренду сезонно, то мы их передаем в специализированную инвестиционную компанию, которая помимо продажи недвижимости в Алании и послепродажного сервиса профильно занимается инвестициями и управлением объектами. На сегодня у меня все. Хотите приобрести недвижимость в Алании? Пишите на WhatsApp. Номер в закрепленном комментарии и в описании к этому ролику. Я с радостью вам помогу и подскажу, если будут вопросы. Если понравился ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи на Property Show. Субтитры подогнал «Симон»!